Канада Ну, как видите, вот так вот потихоньку все тает, по ночам вымерзает и никакой грязи особо нет. Вот это вот наш участок. Видите, тут были огромные сугробы. Всю зиму сталкивают только с этой стороны. Просто солнце светит и съело весь снег. Все продумано, никаких ужасно глубоких кюветов, таких как в России, знаете, чтобы вода стекала куда-то. Никакие трубы никто не закапывает нигде. Все работает, все функционирует и там дальше побежит во враг туда. Все ништяк. Это вот наш въезд. В этом году я ленился, снег не убирал, так прикатывал ее просто, поэтому так долго тает. Обычно уже вот упор у нас вот такой вот сухой, даже пыль уже стоит, да. Также то же самое с хебеночными дорогами по всей округе. Люди, видите, на северной стороне вот солнца меньше, еще у них больше снега. Но речь не об этом. Ворота. Хотел показать ворота. Вот так вот выглядят ворота в гараже. Это старенький гараж в 85-86 положен. Построен современный немножко по-другому. Ну, в принципе, очень много вот таких вот еще в нашей деревне. Вот такие вот ворота. И кажется, вот такие вот цельные ворота, да. На самом деле они не цельные, а из панелей. Сейчас я вам покажу. Вот видите, вот такие вот панели. И между собой они соединены вот такими штуками. И они складываются, как гармошка. Вот хорошо видно. Видите, наверх пошло и складывается, да. Я поднял специально, чтобы солнечко заходило. Так, пока не буду включать. Покажу вам быстро. Ну вот, короче, крепятся дюги к потолку. Полозья, салазки, да. И по ним катаются вот эти вот ворота. Видите, вот здесь вот колесики такие. Я когда-то взял, даже смазал, чтобы легче было ездить здесь туда-сюда. Не могут болтаться. Видите, все не влияет. Так, вот, значит, направляющие есть. Эти полоски по ним и ездят. Теперь нужно тащить. Вот здесь есть моторчик. Обычно пишут, сколько у него лошадок. Это уже очень древний. Это антенна, между прочим. У нас есть дистанционные пульты в каждом автомобиле. Кнопочку нажал, когда подъезжаешь, они открываются. Заехал в гараж, кнопочку нажал, на пульты дистанционные не закрываются. Ну и можно кнопками на стене включать. Итак, там стоит моторчик простой. Шестеренка, как на велосипеде. Вот эту цепь крутит. К цепи привязан тросик. Здесь есть вот такой вот регулятор. Видите? Уж голова закружилась. Вот так вот можно крутить его и натягивать. Я несколько раз натягивал цепь. Она у меня слетала. Она очень горьким опытом. Когда сильно болтается, тоже плохо. Короче, нужно найти оптимальный вариант, когда она слегка пилипается. Все хорошо. Тоже смазывал ее. И вот моторчик крутится. Цепь по шестеренке тащит за тросики, поднимает. Эти ворота. Вот эта вот красная. Если ее дернуть, то ворота упадут. То есть для экстремальных ситуаций, когда что-то случилось, а время такое чпок. И все. Я тоже несколько раз уже пользовался. И видите, еще есть пластмассовая такая втулка, направляющая по трубе по этой железной. Я когда-то у меня хватило ума ее смазать. Идея, может, хорошая, но потом в холодные зимние дни было очень нехорошо. С таким трудом у меня все начало двигаться. Я быстро начал керосином и всякой фигней смывать свою смазку. Все еще немножко осталось. Так, ну вот, в принципе, несколько раз уже все это разваливалось у меня. И поэтому я тут, блин, изматерился. Много часов уже ковырялся. Разбирал, собирал все полностью. Поэтому я уже разбираюсь в этих вещах. И здесь есть, где можно регулировать ход. Вверх и вниз. То есть можно отрегулировать так, чтобы сильно открывалось, что я делал. Чтобы полностью, полностью, края лаза открылась. Чтобы у меня в грузовике, в кузовике, когда стоит квадроцикл, чтобы он тоже прошел. Для этого. А когда опускаешь, допустим, сейчас видите, весна, вода, да? Капает, затапливается. Ну, просто никуда не денешься, если поводок бывает там. А ночью замерзнет. И ворота мерзнут в лед, и потом на следующий день их не откроете. И поэтому можно установить как раз, чтобы они закрывались только там. 5 сантиметров останавливались, не доходя до земли. То есть в этом плане это хорошо. Вот так вот. Значит, вот здесь все регулируется. И лампочка загорается. Когда включаешь или выключаешь, лампочка загорается. И потом автоматически гаснет там через несколько минут. Вот такая вот конструкция. Но это еще не все, ребята. Казалось бы, все легко, да? Все просто. В этом году у меня раздался взрыв. И вот эта пружина, видите? Пружина лопнула, блин. Я даже никогда на них внимания не обращал. А оказывается, это важная, основная часть этих ворот. Короче, я это... Думал, подниму ворота руками. Вот такую ручку взял, прикрутил быстренько сюда. Ни хрена подобного. Они, оказывается, такие тяжеленные. Натуральные. Я просто, здоровый мужик, не могу поднять их, да? Ужасно тяжелые. Короче, вот такая вот херня. На каждой стороне такое колесо с тросиками. Тросик идет аж сюда вниз. Крепится за ворота. То же самое здесь. Видите, вот он здесь. Прикручен к воротам и пошел, пошел наверх. То есть вот такая вот ось. На оси там есть еще какие-то херовины. Вот эти вот колеса надо мощно закрепить, чтобы они не прокручивались. На них тросики. Тросики одинаково натянутые. И вот они, эти тросики, держат ворота. И связаны они жестко с этой вот трубой, с осью. На этой трубе пружина. Эта пружина тоже капитально прикручена. Короче, я заказал в магазине, привезли. И потом я в интернете, блин, два дня учился, как это все делать. Оказывается, блин, это спецы только могут делать. Вот в эти дырочки туда втыкаешь специальные такие втулки. Нельзя просто отвертку воткнуть, знаете, или гвоздь большой, или что-то на втулку, чтобы плотно-плотно входило, и чтобы до самого конца. И поэтому на эти втулки еще там наворачиваются что-нибудь, или хотя бы завентом матываешь, чтобы каждый раз убеждал, что до конца заходит. И вот таких четыре отверстия с каждой стороны. И это. И потом маслаешь, крутишь и накручиваешь, короче, 22 оборота, что ли. Ну, там финиш, короче. Я думал, блин, сейчас все разорвется к чертовой матери, ага. И вот когда это накрутишь, вот такое натяжение, потом уже подцепляешь ворота. И вот пружина своей силой, она их поднимает и опускает, в принципе, да. Когда ворота вот так закрыты, опущены, все эти витки в пружине распрямились, и никакого напряжения нет. Ну, когда их поднимаем, или на ворот, блин, что-то я забрался, короче. Короче, эта пружина берет на себя всю работу, блин. Когда ворота закрыты, она, наверное, это накрученном состоянии. Когда их поднимаешь, она раскручивается, раскручивается и поднимает, да, так, и поднимает ворота, потому что они ужасно тяжелые. И регулируешь ее до такой степени, что ты мог просто пальчиком поднимать и опускать ворота. Что у меня, в принципе, получилось, да. Если вот сейчас эту красную штуку поднимаю, отстегнусь, этот механизм, да, я могу действительно их просто взять за эту ручку, так, руками, раз, и поднять, и закрыть. Потому что всю работу на себя берет пружина. Гениальное изобретение, но, блин, так сложно, я не думал. Думал, просто, знаете, ворота, и все, нафиг, да. Так, вот эти кнопки здесь, да. Нажимаем эту кнопочку и смотрим, что произойдет. Во-первых, загорится лампочка, и поедут наши ворота. Они поехали вниз, потому что я последний раз их закрывал. Теперь, если еще раз нажму, они поедут вверх. Видите? Я могу в него момент нажать, и они остановятся, да. Если я еще раз нажму, конечно, поедут сейчас вниз. Так. Это я остановил, нажал. Не хочу, чтобы полностью закрывалась, чтобы вода не падала. А теперь открою их полностью. Просто нажал на кнопку и пошел гулять. Но они сами автоматом дадут в определенное положение. И остановятся. Видите, цепь довольно прославлена, и так болтается. Чик. И остановились. Видите, вот, докуда открылась. Можно было бы еще немножко добавить, тогда бы еще. Ну, уже почти, почти тут не выгодишь, да. Как я уже говорил, если у меня в кузове квадроцикл. И тогда я хочу, чтобы полностью открывалась. Вот такая вот конструкция. Вот это, что вставлено на это не стекло. Это плексиглаз. Тоже очень интересное. Такое гениальное изобретение, на мой взгляд. Просто видите, этими такими штучками раз, как в портретах, там стекло лепишь, да. Крепишь. Вот так вот, четыре штуки таких. И вот, четыре окошка. Можно их быстренько снять, все покрасить. Внутри они еще смотрятся довольно прилично. Вот здесь, когда-то сломалось, кто-то другой уже человек чинил. Другие ворота. Тут у меня собака погрызла, щенок, когда был молодым. Он такой был ужасный шалопай. Смотрите, что он наделал, да. Просто зубами начисались, и вот, грызли все на свете. Ага. Ну, внутри смотрятся они еще приятно. Изнутри солнышко и ветер, и все непогода их съели. И надо будет в этом году заняться. Почистить хорошо. Зачистить, снять все. И покрыть опять этой орифой, там, или специальной штукой. Вот такие вот ворота. Вот такая вот техника. Ну, и на прощание осиное гнездо, которое я нашел в лесу на охоте. Висит просто по приколу. Очень легонькое, как из бумаги сделано. Когда-то здесь жили осы. Ну, ладно. До свидания.